Олень с динозавром были соседними по даче. У оленя был очень ветвистый мозг, такой, что он не помещался даже в голове, и извилины, пробиваясь с ветерогом. А у динозавра наоборот. В голове было много пустого места, так что там гулял ветер. Иногда изнутри с головы сдавал шляпу даже. И она через забор перелетала на участок оленя. А тот шляпу не отдавал, а менял её на ногу своему чучелу. А однажды динозавра приезжали внуки-хамелеончики. Они прожили некоторую эволюцию, и уже были ростом поменьше, а головой побольше. И они посоветовали привязывать к шляпу восточный шарик с день инвестиционного управления. Я ещё одно написала. Я вам скажу только для того, чтобы вы мне сказали, какой надо было рисовать. Вот она такая. А когда Александра спрашивали, Ленов? Вас всех. И Александра, конечно, все будет. Вот смотрите. В Артек приехали три мальчика. Их поселили в одну палату. Дина, Завр из Сербии. О, Лень из Японии. И какой-то хамелеон. И они все влюбились в одну девочку. И, в общем, короче. А, и этот хамелеон научил всех играть в дурака. И они стали играть на спор, кто подарит девочке воздушный шарик. Олень выиграл спор. Он счастлив. Но коварный хамелеон из-за спины кинул на девочку воздушный шарик наполненный водой. И ветер его отнёс тракторию на роганы. Да, это его отнёс трактория. Какая история, в принципе. Просто для разного возраста. Одна для дошкольников, а другая для дошкольников. Для дошкольников, действительно. Абсолютно разные, что и хорошо, что и хорошие. Спасибо.